Задержанный накануне в Баку азербайджанский политолог-докторант Карлова университета в Праге Бахрус Самедов арестован решением суда на 4 месяца по обвинению в государственной измене. Решение суда не стало неожиданностью, еще до него близкие к власти телеграм-каналы развернули кампанию по обвинению Самедова, основываясь в частности на его миротворческой деятельности и сотрудничестве с армянскими коллегами. «Я просто хотел мир», — сказал Бахрус в суде. Преследование Бахруса Самедова и вообще природу репрессий в Азербайджане обсуждаем с гостем недели, историком, директором Бакинского исследовательского института Алтаем Гаюшевым. Бахрус Самедов, который долгое время работал в Праге, задержан в Баку. Что вы знаете? Пока его арестовали, мы знаем, пока сегодня будет суд, и мы будем точно узнать, какие обвинения. Ходят слухи о том, что это будет, значит, обвинение в измене Родины, что-то в этом роде, но мы пока точно не знаем. Почему он арестован? Вы знаете, уже где-то с лета прошлого года начались вот эти массовые в Азербайджане аресты. Там и журналисты, я не знаю, там и религиозные деятели, и, значит, активисты гражданского общества, члены оппозиционных партий. И я думаю, вот сейчас что происходит, это то, что очередная попытка властей положить конец всякому знакомыслевому стране. Бахрус же достаточно долгое время находился в Баку. Почему его так долго не трогали, во-первых, а во-вторых, почему он поехал в Баку, понимая все риски? До этого один раз его вызывали, то есть службы его вызывали один раз, поговорили с ним, но он на этот раз, на этот счет не очень распространялся, просто говорил, что они пришли и поговорили, и все. И последний раз я его видел в Манчестере, у нас была, значит, конференция с армянскими историками университета Манчестера. Когда? Это было где-то в июне. И он приезжал туда из Праги, и не из Баку? Он приезжал туда из Праги, да. И мы там поговорили, ну там, знаете, ситуация такая, что у нас власти к этому вопросу относятся не очень положительно, и я, в общем, у нас были разговоры с ним, спросил, он не ожидал этого. Он говорил, что нет, со мной ничего не произойдет, и поэтому решил вернуться. Потом у него... А сколько времени он провел в Баку? Моя информация, что он где-то сразу после конференции вернулся в Баку, то есть это где-то месяц. Но это может быть неправильная информация. Ну, знаете, у него нет ни отца и матери, у него только старая бабушка. Это тоже может быть одной из причин его возвращения в страну. Не первый раз такое происходит, да. Губат и Бадаглу тоже приехал в Баку, в общем, не опасаясь, полагая, что он ничем не рискует. А почему-то все-таки Бахрус решил после, зная печальный опыт Губата, все-таки рискнуть. А как вообще устроено вот это? Ну, вы знаете, это очень трудно объяснить, это очень больше индивидуальный вопрос. В моем случае, например, я был в стороне, я понял, что сразу после ареста Губата я понял, что, может быть, я буду следующим на очереди и временно вышел из страны. Ну, не знаю, ждем, что будет происходить. Я думаю, что в случае с Багрузом он, наверное, все-таки не ожидал. Он все-таки один раз с ним говорили, по всей вероятности он не ожидал, что это может случиться с ним. Но сейчас волна арестов, то есть они арестовали, в основном это были дела против независимых медиа, арестовали почти всех их представителей. Сейчас говорят, вот слухи, это не подтверждено, что вот арест Багруза связан с тем, что власти начали арестовывать те, которые во время войны высказывались за мир, за нормальные соседские отношения и так далее, и так далее. И вот сейчас вот волна, есть опасение, что волна будет трогать их тоже. Но абзац медиа вроде бы не подпадал под эту статью, да? Абзац медиа, это коррупционное расследование? Да, это коррупция. И абзац, и токлум, это коррупционное расследование. Но сейчас, опять-таки говорю, мы пока не знаем, какое будет обвинение. Значит, сейчас будет суд, а то, что его арестовало Государственная служба безопасности, вот это дает определенный, я не знаю, можем прийти к определенным выводам, но все-таки это не подтверждено. Балтай, я хочу поговорить о вашей гипотезе о том, что сейчас, то есть если был сезон расследователей коррупции, то сейчас, как вы полагаете, сезон таких изменников родины, которые общаются с армянами, и за мир. Сезон миротворчества. Правильно я понимаю, что именно в этой среде возможно зарождение, да, как-то появление какой-то новой точки, ну, протеста или еще чего-то. Чего власть боится, может быть, даже больше, чем антикоррупционное движение? Я думаю, здесь вопрос, то есть неоднозначно, там есть несколько моментов. Один момент заключается в том, что, вы знаете, в стране практически невозможно там проводить какие-нибудь там манифестации, протесты и так далее. Это все запрещено. Но есть социальные сети, они более-менее там, скажем, доступны. То есть люди, в основном люди, которые живут в городах Баку, активны в социальных сетях. И вот это, значит, сообщества, они образованные, они молодые, они очень, так скажем, очень популярны в социальных сетях. Их слово имеет определенный вес, они, у них есть последователи. И поэтому вот это такое, значит, общество, которое мешает правительству, оно могло расшириться. И, имея в виду то, что все-таки сейчас имеется доступ через интернет во весь мир, люди учат английский язык и так далее. Поэтому они как бы большая головная боль для правительства. Второй вопрос. Практически после войны азербайджанские власти, они как бы доминируют во внутренней политической жизни. То есть он герой, он выиграл войну и так далее. Для него нет больших проблем во внутренней политике. Но сейчас их беспокоит больше внешняя ситуация. И эти ребята, они говорят на многих языках, особенно на английском. Они пишут очень много, выступают. И вот у нас есть информация о том, что некоторые ребята, которых вызывали на допросы, им просто говорили, почему вы пишете на английском языке? Почему вы публикуете на английском языке? Пишите на азербайджанском. То есть это вот такое отношение, опасение, опасение властей. Это другая причина. И, наконец, третье, мое мнение, конечно, заключается в том, что, вы знаете, у нас всегда была традиционная оппозиция, которая была во власти в начале 90-х годов. Но она националистическая оппозиция. То есть у нее однозначно, она в идеологическом вопросе практически не отличается от властей. Тем более власти в этом вопросе, они как бы чемпионы. Они как бы лидеры в этом вопросе. И поэтому старая оппозиция практически с идеологической точки зрения не является большой проблемой для властей. Но сейчас появляется вот эта прогрессивная молодежь, которая выдвигает идеи, которые не нравятся абсолютно никаким авторитарным властям ни у нас, ни в России, нигде. Это тоже проблема для властей, потому что эти идеи, они все-таки как бы постепенно становятся популярными. И появляется новая парадигма, новая оппозиция, которая может превратиться в политическую силу, которая является прогрессивной, в некотором смысле левой и так далее. Вот это тоже является, я думаю, причиной вот такого возбуждения властей. Ресурс карабахской темы внутриполитической для власти немного иссякает, да, ресурс? Да, конечно. Дело в том, что, ну, вы знаете лучше меня, это такие власти, и мы всегда, мы жили в советское время, мы знаем, что им всегда нужны враги. Враги как внешние и как внутренние, которые являются сообщниками внешних властей. То есть это парадигма авторитарной власти. И долгое время вот для Алиева очень было, значит, мобилизовать общество в антиармянское, значит, направление. Как ненависть к армянам и так далее. Но сейчас война закончилась. Практически все территории Азербайджана сейчас находятся под управлением страны. То есть продолжать это дело не очень-то, не очень-то легко. И тем более вот эти ребята, они больше всегда, и даже во время войны говорили про, я не знаю, там, про мир, про соседские отношения, дружественные соседские отношения и так далее, и так далее. Я думаю, это теряется. Теперь, когда нет внешнего вот такого яркого внешнего врага, и найти другого вокруг не очень далеко, потому что они все большие, то есть с ними не очень легко, как с армянами. И поэтому вот сейчас вот это переключается больше во внутренней жизни. Борьбу против внутренних врагов, которые являются сообщниками и армян, и Запада, и так далее, и так далее, которые пропагандируют в нашей стране, так скажем, нетрадиционные ценности. Поэтому выбирается статья «Измена Родины»? Для мобилизации масс. Да, но дело в том, что внутренняя общественность в каком-то смысле используют для этого возможно, потому что даже во время войны, когда они выступали, допустим, против того, чтобы в сентябре, особенно 2022 года, когда азербайджанская армия там был конфликт именно с Арменией, уже не в Карабахе, а в непределах Карабаха, непосредственно с Арменией, и тогда эти люди выступили, то есть они подписали несколько петиций по поводу мира и так далее. Я думаю, все это дает возможность властям каким-то образом мобилизовать, используя своих троллей и так далее, против этих людей. И вот видите, вот они являются как бы в каком-то смысле предателями. Насколько, может быть, я ошибаюсь, я не нахожусь в Азербайджане, но то, что я вижу, то, что я читаю, у меня остается впечатление, что недовольство в соцсетях в общем как бы даже разрешено. Люди достаточно смело излагают свои позиции в соцсетях, критикуют Алиева, но эта критика, эта смелость, она заканчивается ровно на карабахском вопросе, на армянском вопросе. Для большинства, да. Для большинства, да. Насколько репрезентативны вот эти ребята, да, вот эта компания Бахрууза, да, скажем так, насколько они влиятельны? Очень сложный вопрос ответить. Но у них есть престиж. Они как бы привлекательны в том смысле, что учились в Западе, там некоторые преподают на Западе. Они как бы говорят на многих языках в таком, в этом смысле они привлекательны для молодых людей. Но в то же время, да, их дискарс, он, так скажем, не обязательно, он как бы поддерживается большинством. Нет. Но вопрос здесь заключается в том, что все-таки азербайджанское общество тоже меняется. Сейчас, наверное, правительство этого боится, что он хочет менять его в обратную сторону. Больше в Востоку, нежели в Западе. А эти люди как бы в каком-то смысле можно сказать, то есть эти люди, которые с прогрессивными идеями, и есть потенциал, что больше и больше людей будут как бы их последователями. В этом смысле, именно в смысле потенциала, это, значит, я думаю, беспокоит властей. И, наконец, самое главное. Давайте скажем так. Это же все-таки авторитарная власть. Две очень важные элементы авторитарной власти. Во-первых, вообще они абсолютно нетолерантны каким-либо, значит, какому-нибудь инакомуслию. И второе, они хотят контролировать все, весь дискурс. И вот вам, значит, ребята, которые как бы самостоятельно живут, самостоятельно о чем-то говорят, не участвуют в государственной пропаганде, наоборот критикуют, у них критическая мысль. Вот это очень в целом не нравится властям вот такая ситуация. Чтобы нужно, чтобы их не было. Чтобы было все абсолютно под контролем властей. Ну, как действует нормальная авторитарная власть? Вот по авторитарной власти. Такое впечатление, что эта власть как будто бы беспокоит, чтобы у нее был какой-то постоянный уровень политзаплюченных по части количества. Выпускают там Рауф Меркадырова, Ильгала Иргара Мамедова, да. Выпускают там Хадиджи Исмаил. Начинают с кампании по Абзасмедиа. Берут и Губада, и Бадаглу. Потом Губада выпускают под домашний арест, зато берут Бахруза. Что это такое? Что это означает? Это какое-то вот то, что сейчас модно назвать обменным фондом. Какой-то фонд для торговли с Западом. И как устроены эти волны? Ну, я думаю, здесь тоже два очень важных момента. Первый момент это то, что для этой власти нужно, чтобы всегда его боялись. И чтобы его боялись, нужно это овечеровать каким-то образом. И второй очень важный момент заключается все-таки в традиции азербайджанского общества. Азербайджане всегда было не очень заметно, не очень сильное. Но инакомыслие всегда существовало. И правительство никак не может все это остановить. Мы арестовываем одного, сажаем там 10, появляетесь там опять несколько, 3-4-5 человек. И тем более сейчас это все видно, потому что есть, значит, социальные медиа. И правительство его не закрывает, потому что это никак, у нас никак в Кабинестане. Потому что правительство всегда, когда что-то они говорят, они говорят, что вот видите, как вы у нас можете обвинять, допустим, в том, что мы препятствуем свободному медиа, когда у нас есть свободный доступ к, значит, социальному сетям. И последний вопрос, к этому примыкает, может быть. Вот как все это сочетается с тем, что власть организует, значит, грандиозную всемирную конференцию, да, климатическую, и очень много, большое значение ей придает. Сам Алиев лично участвует в Шушинском, а перед этим в Бакинском глобальных медиафорумах. И вроде бы это все говорит о том, что Баку очень заботится о своем международном престиже. Говорят даже, что ради конференции могут подписать, пусть даже и выхолощенный, да, но мирный договор с Арменией. Настолько это важно для власти. А почему власть не боится за свое Реноме, делая то, что она делает с Бахрузом, то, что она делает с Губадом и с другими политзаключенными, игра, кроме всего прочего, не только с престижами, но ведь еще и рискует и нарваться на некоторые санкции. Я думаю, что вот долгое время именно так и продолжалось, как вы говорили. То есть оно все-таки как-то об определенной степени, оно как бы толерантно относилось то, что происходит там, есть какие-то там медиа и так далее, и так далее, независимые, потому что она думала в первую очередь о своем престиже. Сейчас, я думаю, вот этот момент немного, он изменился. Он опять думает о своем престиже. Но думаю, что сейчас у него больше, у властей больше шансов, если они пойдут дальше, все-таки не будет никаких проблем для них. Почему? Потому что вот посмотрите на мир, везде какие-то проблемы, там Украина, там Израиль, Палестина и так далее. И вот в этой ситуации, там, я не знаю, газ, нефть, которая нужна Европе, которая, ну, хочет какие-то там диверсификации и так далее. И вот в этой ситуации он знает, что он всем нужен. И на самом деле он всем нужен. И идет какая-то, знаете, какая-то борьба, никто не хочет терять отношения с ним. И он использует вот этот момент, чтобы как-то, сколько это будет длиться, мы не знаем. Но он, во всяком случае, может, хочет использовать этот момент до конца. То есть у меня сейчас есть возможность это сделать, значит, нужно сделать и покончить с этим. А раньше у него даже проблемы были внутри, до войны, конечно. Никто, очень большая часть была так недовольна из-за там социально-экономических проблем. Сейчас это тоже, этот проблем тоже нет. То есть он внутри чувствует себя абсолютно, значит, вольно. И внешняя политика, она такая сейчас ситуация, что все нуждаются в нем. Поэтому он использует в момент до конца. В гостем недели был директор Бакинского исследовательского института Алтай Гаюшев.